Здравствуйте, с вами Алла Дверецкова, это передача о мелочах из жизни. На встречу к лету во всей красе тема нашей сегодняшней передачи, и в этом нам помогут мои гости Кристина Гришаева, стилист и Гильчичек Ягудина, врач, косметолог и дерматолог. Первый вопрос у меня будет к вам, вот все-таки скажите нам в общем какие процедуры мы можем сделать весной, чтобы быть уже готовыми к лету? Благодарю за хороший вопрос. Действительно сезонность имеет место быть в дерматокосметологии и есть процедуры, которые мы выполняем с большим успехом и радостью к весне. Начну с такой интересной процедурой как биоревитализация. Слово очень интересное, немножко замудренное. На самом деле, одна из, скажем, работающих самых эффективных процедур, это как раз биоревитализация кожи. Она дает хорошую свежесть, наполнение, питание, увлажнение для кожи. Поэтому мы эту процедуру очень любим, рекомендуем пациентам, которые готовятся к каким-то мероприятиям, просто хотят улучшение качества кожи к весеннему, летнему периоду. Эта процедура позволяет нам удалить следы усталости, какого-то определенного негатива от осенне-зимней погоды, убирает сухость, удаляет следы усталости. Как это происходит? Это что-то вкалывается? Да, это инъекционная процедура. Совершенно верно, есть схожесть в мезотерапии, но препараты отличаются по своему составу, по плотности. Ну, то есть определенные нюансы есть. И процедурой рекомендуется плюс 25, то есть это как и достаточно молодым пациентам, так и пациентам в определенной возрастной группе мы уже подбираем индивидуально. А есть какой-нибудь реабилитационный период, там какие-то следы от уколов, что-то есть такое? Да, есть небольшой реабилитационный период, буквально в 1-2 дня, то есть эту процедуру можно спокойно сделать под выходные, и уже в понедельник рабочий день вас ничто не испортит. А как же бани, сауны, это противопоказано? Есть определенные нюансы, мы говорим пациентам 1-2 дня до посещения каких-то силовых тренировок, солярии, бани. Да, это определенные ограничения, это нужно понимать, потому что происходит повреждение верхних слоев кожи, мы нарушаем целостность, и поэтому, да, небольшие ограничения имеют место. На сколько хватает этого эффекта? Это разовые процедуры или нужный курс? Это можно проводить и разово, если мы готовимся к какому-то мероприятию, как вариант экспресс-ухода. Это можно проводить и курсовым вариантом для достижения определенных целей именно в плане омоложения. То есть, если задача стоит у пациентки минус 5, минут 10 лет, конечно, мы говорим о посещении в 3-4 раза с интервалом отдыха в 2-3 недели. А дорого это все удовольствие стоит? Вы знаете, ценовая политика абсолютно разная. Мы в клинике стараемся подобрать любой вариант под любой бюджет. То есть, есть наши препараты отечественные, которые могут быть по минимальной цене, что называется эконом-вариантом. Есть люксовые бренды. Соответственно, цена может варьировать. Да, диапазон может быть от 2-3 тысяч и до 10-15 тысяч. Это на все лицо? Да, конечно. Зона под глазами, однозначно. Шея и декольте у нас не затрагивается. Мы можем затронуть в одну процедуру. Но уже дороже. Нет, это не всегда дороже. Есть приятности, скажем так, в клинике. Мы устраиваем часто, особенно под праздники пациентам, акции, когда по одной цене мы захватываем две зоны. Это лицо-шея. Чаще всего так это происходит. Так, а вот какие можно пилинги делать? Пилинги можно делать. Есть всесезонные пилинги. Это весна-лето. Сейчас, март месяц, мы еще продолжаем сезон процедур лазерных пилингов, шлифовок, химических. Когда уже лазерную шлифовку нельзя делать? Ну, это конец марта. Да, теоретически мы мартом месяцем завершаем сезон агрессивных глубоких процедур и уже переходим в более легкие варианты. Спасибо большое. Кристина, расскажите нам, пожалуйста, что же у нас модно сейчас этой весной? Про тренды. Да, давайте про тренды. Я подготовилась. Я, ну, во-первых, я написала список из 10 основных трендов, чтобы не сильно долго мне затягивать. Да, расскажу о 10 основных и решила визуализировать вам это все продемонстрировать на примерах. Подобрала 4 образа в масс-маркете и буду, значит, все показывать и рассказывать. Первый тренд, который мы начнем рассматривать, это бермуды. Бермуды – это такие костюмные шорты. Мне кажется, это сложно очень, да, подобрать? Внедрять в гардеробу, встраивать? Да нет, это довольно просто. Представьте, что это обычные брюки, то есть костюмные брюки. Представлены были бермуды в этом сезоне во многих коллекциях. Это и Макс Мара были обалденнейшие, элегантные очень костюмы, жакеты с бермудами. Это и Живанши, и Валентина, и Селина, и Бёрбери, то есть очень много. Вот, я здесь решила захватить сразу два тренда. Вообще, я тут продемонстрирую вам, проиллюстрирую 7 трендов из 10. То есть, вот, например, у меня здесь сейчас... Поддержать что-нибудь? Нет, я сейчас справлюсь. Вот здесь вот у меня бермуды выполнены из эко-кожи. То есть, что мы видим? Это такой классический крой, элегантные с защипами шорты. Они слегка удлиненные, где-то заканчиваются в районе колена, то есть, смотря какой рост, могут быть чуть короче, чуть длиннее. И эти именно бермуды выполнены из эко-кожи. Это вот еще один тренд этого сезона. Из эко-кожи может быть выполнены как брюки, так и юбки, так и платья, и топы. То есть, все возможные варианты. Очень классный, эффектный тренд. И вот я предлагаю вот эти бермуды в сочетании с такой вот рубашкой из эко-кожи надеть. И внутрь вот такой вот кроп-топ. Кроп-топ это укороченный топ. Тоже очень много было в коллекциях представлено. Он может быть выполнен в виде лифа, как бюстгальтер. Может быть, вот такой вот топ-бандо. И плюс еще он здесь яркого, такого насыщенного цвета. То есть, здесь мы видим уже следующий тренд. Это тренд на неон. Про цвета мы еще поговорим, да? Да, про цвета я отдельно могу вам рассказать, какие цвета сейчас актуальны. То есть, вот такой вот костюм. Такие топы, сочетаемые, как правило, с чем-то завышенной талии. То есть, максимально высокая посадка. Это могут быть черты. Но вот такое ощущение складывается, что это наряд для идеальной фигуры. У кого есть талия, у кого есть хорошая пропорция. А что делать, если у девочек есть бока, которые нужно скрыть, а они, наоборот, подчеркиваются вот такими топами? Ну, конечно, это вот проверка на то, как подготовлено тело к весне. То есть, тут кто как готовится? А если не идеальная фигура, тогда что мы можем? Зачем? Ну, тогда мы просто не будем надевать кроп-топы. Зачем нам? А, мы просто будем застегивать? Либо тогда что, футболку можно? Либо мы можем топ заправить в брюки, в шорты. Топ какой-то атласный. Мы топ в брюки заправили, у нас все складки будут наружу. Нет, сверху обязательно второй слой. То есть, это может быть какая-то рубашка, какой-то жакет. А просто футболочку мы можем поверх вот этих шорт? Ну, смотри, поверх. Это если, например, талия не выражена, то, конечно, нам не нужно акцентировать на этом месте. Внимание, то можно что-то на выправку носить, но смотреть, чтобы это было не слишком длинным, чтобы у нас не было визуального впечатления, что тоже длинный, а ноги короткие. Чтобы верхний слой был самый длинный, правильно? Да, верхний слой должен быть самый длинный, то есть, внутренний слой чуть короче. И смотрим на пропорции обязательно, чтобы у нас туловище не было длиннее, чем ноги. То есть, все-таки сохраняем длину ног. Так, поэтому в тренде можно выглядеть с любой фигурой, да, Кристина? Конечно, конечно. У меня клиентки от 38-го до 56-го размера. И все модничают. И все красотки, да. Так, это первый, значит. Первый, второй, третий и четвертый. Тут сразу мы обсудили. Переходим к следующему тренду, который тоже очень много был представлен на подиуме. Это тренд на минимализм. Минимализм такой конца 90-х. Такой элегантный, простой крой. Это обязательно должны быть качественные ткани, то есть, не какая-то синтетика, а что-то такое достойного качества, плотное. Ну, вот сейчас мы рассматриваем костюм брючный. Здесь брюки палаца, которые идут от бедра прямые, расклешенные и в пол. Также они с защипами. Здесь идет сверху жакет свободного кроя. И я предлагаю носить это в сочетании с жилетом. Жилет – это вот следующий тренд. Тоже во многих коллекциях был представлен. Жилет на голое тело надевается? На голое тело – это прям вот самый шик, да. Ну, опять-таки, все зависит от того, уместно ли это, да, потому что, ну, получается и декольте довольно глубокое. Если жилет – это слишком экстравагантный и сложно, тогда что мы можем сюда заменить? Блузки какие-нибудь? Конечно, ну, костюм мы можем носить с рубашкой, с блузкой, с каким-то топом, опять-таки, в бельевом стиле он может быть атласный, с V-образным вырезом. Но вот именно в сочетании с жилетом вы будете выглядеть мега стильно и актуально. Жилет может быть такого же и цвета, и из такой же ткани выполнен, как и весь костюм, а может вот так вот на контрасте отличаться выигрышно. Минимализм – это что еще помимо дорогих тканей, помимо простого кроя? Это обязательно должны быть однотонные расцветки. То есть и базовые цвета – серый, бежевый, черный, белый, карамельный может быть. Вот. Это вот минимализм. Дальше. У меня есть время? Это классика, считаете? Или можно сочетать также и с кроссовками с чем угодно? С кроссовками тоже будет выглядеть очень стильно, но здесь можно будет добавить тогда помимо кроссовок какую-то футболку, возможно. Под жилет? Да, немножко, да, и под жилет можно футболку, да, или какую-то футболку. Или заменить жилет. То есть добавить еще какие-то элементы в стиле спорта. У нас получится спортшип. А вот смотрите, если у нас с таким костюмом идут уже кроссовки, мы добавляем элемент спорт, тогда сумка должна быть здесь классикой или спортивной? Ну, лучше я бы какой-то рюкзачок взяла, или вот такие сейчас в тренде пухленькие стеганные сумочки, в которые вот всовывается рука туда, они как клатч вроде бы, но выглядят очень расслабленно, casual и уместно будет в этом образе. Так, дальше. Аккуратно. Следующий тренд – это викторианский стиль. Мне очень нравится, что сейчас в моду возвращается женственность. Вот эти вот все банты, буфы, рукава буфы, кружева, вышивка решелье. Все такое нежное, женственное. Также красивые декольте. Это может быть кареобразный вырез такой квадратный, да, или вот с сердечком. И здесь вот дополнительно еще такие буфы. В простонародье их называют баранья нога. Вот такие вот рукава, когда здесь идет на сужение, а здесь идет объем. С чем бы я предложила носить вот такого вот плана топы? Нужно немножко образ заземлить, чтобы он не выглядел слишком женственно и ретро. Хочется немножко сбавить градус нарядности, да. То есть вниз я бы надела какие-то простые джинсы, ну, хорошо сидящие по фигуре, да. Нискини. Нискини. Нискини, да, с высокой посадочкой, потому что топ тоже довольно короткий. То есть высокая посадка. Это может быть слим, когда идет здесь прилегание, а ниже колена чуть свободное. Это может быть мам, когда чуть свободные, они идут от бедра джинсы. Вот. И какие-то босоножки, возможно. И, например, добавила бы, вот как раз у меня здесь лежит модный в этом сезоне клатч. Называется пельмень. Слышали? Да, да, да. Да, это вот Lime сделал, ну, не то что реплику, вдохновился, так скажем. Ботега Венета, есть такой дизайнер. А вот это прям один в один вдохновленная версия вот этого вот дизайнера Ботега Венета. И самые модницы, объявленные сейчас, вот все носят такие вот пельмешки. Потом здесь из аксессуаров, раз уже зашел у нас разговор, вот у меня еще лежат очки. Очки, в комплекте, к которым идет вот такая вот цепь длинная, металлическая. Это тоже прям свеженький тренд. Добавляет красоты и стиля образа? Стиля добавляет, да. Ну, вообще вот образы делают стильным аксессуаром. То есть вот эти вот сумочки какие-то, обувь, очки, ободки, заколочки. А примерьте, Кристина, вот как это все? Просто будет эта цепочка болтаться и все? Да, вот эта цепочка, она может болтаться вот здесь вот спереди. Не мешает? Нет. А можно вот так вот назад ее. Так, сейчас, секунду. Вот так аккуратненько назад. А очки мы не носим здесь вот? На голове очки не носим, это считается мувитоном, да. То есть это может быть еще вот так вот. Вот так, мне кажется, поудобнее будет. Поудобнее в том плане, что можно их снять, повесить и не потерять. Да, в этом плане да. Да, то есть тут плюс еще и удобство. Эти цепочки, они могут быть не обязательно такими тонкими, они могут быть прямо массивными, выполненными из какого-то камня или пластика. То есть может быть тоже видели бы, вот это как элемент декора. Что-то новенькое, раньше этого не было особо в очках. Да, 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 я тоже не помню, чтобы... Нет, ну, наверное, лет 30-40 назад, может быть, и носили очки на цепочках, но чтобы именно цепочка была элементом, стильным элементом, да, дополнением. Не помню такого. Так, у меня есть еще время, а то я еще могу... А вот у нас что у этих за платьицы? Да, платьицы. Это у нас тоже все в тренде? Это тоже все в тренде. Ну, тут, мне кажется, даже вы можете мне ответить, какой тут тренд основной. Звериный? Звериный принт. Да, анималистичный принт. Здесь у нас зебра, такая стилизованная зебра. Платье а-силуэта на запах. И здесь вот еще элемент такой интересный. Здесь немножко мы приоткрываем животик. Тут такой разрезик идет. Ну, тут не очень понятно. Здесь вот разрезик, то есть часть животика мы видим. Для плоских животиков, да? Для плоских животиков, опять, да, для тех, кто подготовился к сезону. Вот. И, значит, это еще один тренд. Разрезы, вырезы какие-то декоративные, вот такие вот, где мы оголяем часть тела. Это может быть в районе ключиц, плечо. То есть это может быть часть животика. Вот такие топы, платья, это тоже вот один из трендов наступающего сезона. Так. Отлично. Так, давайте сейчас тогда мы поговорим о том, какие процедуры уже категорически нельзя делать, начиная вот с марта месяца. Есть такие? Да, действительно, косметология, наука, имеющая сезонность, она имеет место быть. И, конечно, какие-то вещи агрессивные, грубые, с нарушениями целостности кожного покрова мы стараемся не делать. С апреля месяца мы заканчиваем сезон шлифовок. Также хочется сказать, что всевозможные пилинги, химические, механические, глубокие пилинги мы тоже пока до осени откладываем. Сезон лазерных технологий, шлифовок, пилингов тоже будет пока до осени закрыт. Так, а вот сезон всяческих фото, вспышек и прочих? Да, тоже есть такие процедуры. Мы их не закрываем. Обычно есть определенные, скажем, параметры, которые мы можем подобрать на различных платформах. То есть различное оборудование нам предлагает разные варианты подстраивания под сезон. Но обязательно здесь идет нюанс использования фотопротекторов, то есть кремов солнцезащитных с определенной степенью и высотой защиты. И это можно, в принципе, проводить. А лазерная эпиляция? Лазерная эпиляция тоже проводится в летний сезон. И фотоэпиляция, различные варианты эпиляции, так как это тоже очень актуальный вопрос и процедура. Многие стараются весной это сделать, чтобы летом это максимально было без нежелательных волос. Поэтому такого запрета нет, табу нет. Просто мы используем определенную защиту. Да, вот таким образом. Хорошо, спасибо. Кристина, вот давайте-ка сейчас там как раз расскажите про актуальные цвета. Все любят почему-то спрашивать про цвета. Вот мне на самом деле не очень важно, какой сейчас цвет в моде. Самое главное, чтобы он шел мне, там клиентке, все мои индивидуальные. Могу рассказать, я тут выписала для себя 11 цветов. Первый цвет это Classic Blue, он называется классический синий. То есть очень красивый такой насыщенный, яркий цвет. Это могут быть какие-то костюмы вот в этом цвете, да, двойки, пиджак плюс брюки. Это могут быть платья, выглядят всегда выигрышно и весною здорово, свежо и уместно. Следующий цвет это Flame Scarlet, он называется, алое пламя. Такой красный, яркий, привлекающий внимание. То есть если вы хотите быть в центре внимания сегодня, то вы можете вот себе позволить надеть какое-то платье или костюм опять-таки, да, с юбкой, пиджак или блузу с юбкой в этом цвете. Следующий цвет Шафран, это такой оттенок желтого, ближе к оранжевому. То есть вот смесь желтого и оранжевого. Теплый, уютный, очень красивый тоже. Летом, мне кажется, прям вот на загорелом теле будет очень здорово смотреться. Следующий оттенок Бискайский зеленый, это такой бирюзовый, оттенок бирюзового. Вот он нам напоминает про море, доминиканы. Вот цвет океана, вот такой вот какой-то прохладный, освежающий. Летом вот в сочетании как раз с Шафраном тоже очень здорово будет смотреться, если вы в комплекте два этих цвета будете использовать. Следующий цвет темно-зеленый травянистый, он называется Чиф. Ну, лето, трава, как бы это всегда связанные две вещи, да, то есть будет уместно и красиво. Следующий цвет Выцветший Деним. То есть если даже в прошлом сезоне у нас был Деним такой насыщенный, синего цвета, то в этом сезоне вернулась вываренность и вот такой Выцветший Деним светленький. Следующий цвет это апельсиновая корочка, ну тут не нужно объяснять, мне кажется. Да, оранжевый, красивый, вкусный цвет. Солнечный свет, это пастельный желтый, такой приятный, разбеленный. Ну, я думаю, что тоже легко его будет в летний и весенний гардероб вписать. Единственное, что вот хочется отметить, бывает же еще цветотипы, колориты внешности. То есть бывают холодные, бывают теплые. Вот я своим клиенткам не рекомендую, если, например, ярко выраженный холодный цветотип, как у меня, например, не рекомендую именно в портретной зоне у лица располагать теплые оттенки. Это может давать немножко желтый свет, да, вниз бросать желтый свет. И поэтому синячки под глазами, какие-то наши возрастные изменения могут быть ярче выражены, нежели если бы тут располагался холодный. Вот как в моем случае сейчас у меня лиловый холодный цвет. Это, кстати говоря, один из тоже основных цветов, трендов следующего сезона. Он называется виноградный компот. Вот такое вот вкусное название, да. По мне, это просто лиловый. Да, да, да. Очень много, да, и костюмов было представлено красивого такого цвета, классические жакеты, брюки, юбки. И я вот себе тоже заказала уже в одном из шоурумов местных костюмов с мини-юбкой и жакет вот такого вот лилового цвета. Очень красиво, я думаю. Здорово. А скажите нам, пожалуйста, вот сейчас все-таки нужно напомнить про SPF защиту нашим зрителям, да, чтобы не пренебрегали этим фактором? Да, конечно. Обязательным условием в летний сезон является нанесение солнцезащитных средств, SPF плюс 50, мы рекомендуем. Уже сейчас с марта можно начинать? Да, уже можно с марта начинать, особенно если есть склонность к пигментации, потому что это наблюдается у многих людей в силу тех или иных нарушенных обменных процессов в организме. Как сейчас модно говорить, нет здоровых, есть недообследованные, поэтому мы многие не знаем на самом деле о своих проблемах внутренних, которые тем или иным образом мы видим уже на коже. Поэтому здесь по принципу береженого Бог бережет, я считаю, что лучше нанести, и лучше это будет SPF чуть побольше, чем поменьше, потому что человек может пойти на прогулку или еще куда-то и просто забыться, и солнце будет активно уже свои процессы фотостарения запускать. Поэтому SPF плюс 50, это такое стандартное наше, скажем, назначение. Если это какой-то южный климат, если это пляжи, активные загары, то, конечно, SPF 90 и 100, очень популярные крема на сегодняшний день, профессиональные уходовые линии, мы тоже в своей практике их широко используем. Если это небольшая солнечная активность, и человек, допустим, недлительно пребывает на солнце, это буквально там минут 15, то, возможно, SPF фактор 20-30, такой диапазон. Но его же нужно обновлять? Да, желательно обновлять, если имеет место быть контакт с водой, с какими-то еще веществами. А если мы наносим крем с SPF, а потом уже полноценный макияж, тогда в этом случае... То тоже здесь нет необходимости обновления, потому что в современных фильтрах и декоративной косметики тоже имеет место быть SPF, это может быть и 5, и 15, то есть там уже заложен этот фактор. Тогда обновление не требует, потому что все-таки мы больше говорим о пляжных сезонах, там как правильная минимальная декоративная косметика бывает, и в таком случае мы просто эти крема обновляем каждые 2-4 часа. Хорошо. Кристина, ну давайте еще сейчас напоследок скажите нам про антитренды. Они же наверняка есть, что хочется по стариночке натянуть на себя, оказывать, это уже совсем не актуально. Да, я же разбираю гардеробы, и мне приходится очень часто сталкиваться с тем, что в наших гардеробах по привычке, вот носили мы на протяжении 10 лет прошлых, и вот по привычке так и хочется влезть в какие-нибудь скини с заниженной посадочкой, ну вроде как удобно, ничего тут нигде не жмет, сядешь, тут все комфортненько и хорошо, да. Но на самом деле вот скини это первый антитренд, не то что скини, я не против скини вообще, я просто за то, чтобы смотреть на то, как фигура в целом смотрится, то есть что такое скини с заниженной посадкой. Это полное прилегание по ноге, как вторая кожа, и плюс получается у нас за счет того, что посадка низкая, у нас торс длиннее, ноги короче, попа уже не такая аппетитная, то есть там, да, плоская попа получается, вот. Либо тогда мы прикрываем что-то и компенсируем объемы, надевая объемное что-то и удлиненное наверх, это может быть какой-то худи, свитер, джемпер, жакет, опять-таки жакет, вот в тренде уже не первый сезон, и пока он от нас не собирается никуда уходить. То есть если вы хотите продолжать носить скини, ну тогда прикрывайте просто вот это вот место каким-то объемным верхом, это может быть рубашка и жакет, к примеру, да, вот, это первое. Второй антитренд, который тоже мне уже намозолил глаза, все любят коротенькие курточки в облипочку, такие вот тоненькие и с частой строчкой горизонтальной, вот такие курточки уже все, тоже не носим, в прошлом десятилетии осталась эта мода, вообще мода на базу, она меняется очень медленно. Косухи, если возможно, они раньше были очень медленно. Косухи – это база, это база, да, только немножко косухи стали свободнее и длиннее. И, по-моему, меньше вот всевозможных замочков. Декор, ну да, чем меньше декор вообще, тем лучше. То есть базовая вещь, она какая, простого кроя, отсутствие декора у нее должно быть, то есть ни стразиков, ни шипиков, никаких там минимум, и какая-то однотонность должна быть, безвываренности, если мы про джинсы говорим, да, то есть это однотонные. Вот, а косуха сейчас должна быть такая, чтобы под нее можно было надеть что-то объемное. Тот же худи с капюшоном, да, либо джемпер какой-то, свитер, и чтобы там не сковывало ничего движений. А раньше, наоборот, косухи это были, прилегали, подчеркивали талии. Да, 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 ну вот о чем я и говорю. Мода этого десятилетия, она немножко свободнее, между телом и одеждой должен быть воздух. То есть можно быть с мужского плеча, рубашки, жакеты, без выточек, без вот этих вот приталенностей, как мы раньше носили. Вот, то есть вот эти курточки, куции, как я их называю, мы их можем продолжать носить. Я не говорю, что нужно все вот сжечь, там выкинуть и копить денег, чтобы все полностью обновить. Нет, то есть у каждой тут от своих уже потребностей. Как-то продолжать вот эти курточки в облипочку. Мы можем носить как внутренний слой, например, под пальто. Вот эти вот курточки очень классно работают, как внутренний слой. Да, во-первых, можно и в прохладную погоду, когда еще в пальто холодно, под него поддевать вот такую вот курточку. И плюс это многослойность. А многослойность, как вы знаете, это тренд уже тоже. Первый год он с нами. Чем больше у вас слоев, тем более стильно вы выглядите. Вот, следующий, обязательно хочу о нем сказать, следующий антитренд, это шапки с меховыми большими помпонами. Вот куда только можно и нельзя, девочки почему-то любят эти шапочки надевать. То есть тут и шуба может быть, и пуховик, и косуха, грубо говоря, там, да. Вот. Вообще помпон это элемент спортивного стиля. То есть это предполагает под собой здесь вот наличие какого-то пуховика, куртки, то есть спортивной какой-то одежды. И обувь соответствующая, и значит поясное изделие какое-то, брюки, какие-то штаны спортивные. Вот. Я предлагаю заменить вот такие вот шапочки с большим меховым помпоном на шапки Бини. Вот они очень универсальные. Это такие трикотажные шапочки, они могут быть разного объема, из разной пряжи, разного цвета, с отворотом, и немножко вот здесь вот с напуском. Вот. Вот она подходит и под шубу, и под пальто, и под любую куртку, и в любой стиль она впишется классно. Ну и такие как бы их назвать мальчиковские что ли даже больше нет? Нет, нет, нет. Ты, наверное, путаешь. Она там называлась так, не очень цензурно. Такие вот торчашки, да? Нет, другая. Она другая. Здесь идет шовчик, и она вот как лопатка, она здесь стоит, как правило. Вот в основном вот такие вот Бини, они будут уместны, универсально в вашем гардеробе. Есть еще что-то на мозоли в глаза? Еще, да, есть много чего. Ну давайте скажу вот только про обувь, да? Сочетание платформы и шпильки высокой. Вот это вот тоже считается антитрендом. Это я встречаю ботильоны, туфли такие, босоножки. То есть сейчас платформа, она вроде как вернулась в этом сезоне, но она должна быть в сочетании с массивным, да, равномерным со всех сторон каблуком таким устойчивым. Вот, а если это шпилька и не дай бог еще встроенная платформа, помните, такие туфли были лабутены, вот там была такая скрытая платформа и шпилька. Вот это вот прям антитренд, и убьет она все ваши старания выглядеть актуально. То есть вот наденьте вы любое из того, что я представлена, и наденьте вот такую обувь, все. А с сумками есть такое, что лучше избегать вот данную модель? Ну да, сумки сейчас тоже, они имеют характеристику такую, они должны быть компактными, собранными, жесткими, то есть у них должна быть высота, ширина, и вот поставила ты ее, она стоит, вот такая вот должна быть сумка, каркасная, я так ее называю. Вот, а все, что расхлябанное, мешкообразное, оно вот в принципе, скорее всего, уже не актуально. Нужно смотреть, конечно, на отдельную модель. То есть вот эта пельмешка, про нее не скажешь, что она особенно структурированная, но у нее, вот видите, днище, и она вот все-таки поставила ее, она стоит, а не развалилась на столе, вот это вот говорит о том, что актуальная, сумка актуальная. Хорошо, спасибо большое. Ну и давайте завершим нашу передачу вашими пожеланиями. Что пожелаете нашим зрителям? Ну, я как доктор пожелаю, в первую очередь, здоровья, красоты, гармонии. Очень важно заботиться о своем здоровье своевременно, поэтому мы, конечно, приверженцы профилактических осмотров, наблюдений. Поэтому будьте здоровы, если есть здоровье, то будет все остальное прилагаться, будьте привлекательными, будьте уверенными в себе, и мы, конечно же, в свою очередь поможем вам в этом. Кристина? Мне в первую очередь хочется пожелать женщинам любви к себе. То есть какая бы вы ни были, маленькая, высокая, пухленькая, худенькая, нужно в первую очередь любить себя. И от этого уже идет ваша трансляция в мир. То есть либо вы уверены в себе, либо, если даже вы суперкрасотка, но немножко где-то вы сомневаетесь, то есть посыл уже будет не тот. И никакая одежда, в принципе, ничего не изменит. То есть в первую очередь должна быть гармония внутри, любовь к себе, и вот тогда все вокруг начнет меняться каким-то чудесным образом. А я вам в этом помогу. Спасибо. Будьте здоровыми, красивыми и позитивными. А мы с вами увидимся в следующей передаче на Ульяновской правде. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова